Тут все понятно. Mirage чёркнули MBR, Inferno чёркнули MBR. Две очень хорошие карты Team Liquid. В то же время Liquid забанили три просто для себя некомфортные карты. И MBR, всё, что осталось сделать, это просто выбрать Оверпасс или Эншент, и они решили всё-таки пободаться на Эншенте. Но из-за этого они начинают в атаке ТП 100-1, что может сказаться плачевно. И тут уже выходит у нас быстрая атака на Б-базу. Ильиш с Беретами вообще никого не отработал. Наф есть размен. И Киндорф, да и Беретки тоже не реализованы. Наф. Ну что, спасёт ли Кейт Маркович этот раунд? Есть ещё от него два минуса. Вот это поворот, друзья. Вот это первый раунд в данной серии. Боже мой, я, конечно, ожидал от этих команд увидеть что-то подобное, но это было крышесносно. Единственное, теперь остаётся понять, кто у нас этот раунд завершит, и Оуси остаётся последним. Ну и, в принципе, Хейни его и закрывает. Блин, вот такая смертоносная атака от команды MBR с самого начала. Да, и что примечательно, то что MBR-то имеют плюс-минус хороший винрейт на Эншенте, но это было всё против американских команд, и у них были матчи с G2, были матчи с Movie Star Riders, и оба матча были, ну, я бы не сказал бы, что прям близки, но пободались они знатно. Поэтому, я думаю, этим ликать могут начаться на пряги, видим мы форс, видим эмку от Элижа. Надеюсь, в этот раз не будет, как с биретами, повторяет рашб у нас MBR, вот так вот в наглую летят, Тортл вылетает на сайт, продавливает он шорт, Элиж, есть минус девятки, столаж упал, Хейни не может подобрать, тут пока Тортл расправляется с двумя, но надо было чуть-чуть пожить этим ребятам на B. Ну, ретейк всё ещё реален, потому что 3 на 3 они будут драться, они, ну, всё-таки смог на банан положили, уже будет очень тяжело, ну, и лишь забирает Хейни, а вот есть ли смысл тут? Может, всё-таки засейвить, там и коллаж, там и Галиле есть, можно на следующий раунд закупиться, манифактнуть их, тихо-то, и всё. Ну да, ну вот видим, что Нитро здесь очень пострелял через деревяку, никого не нашёл, никого не почувствовал, ну и в итоге ребята просто действительно с этими двумя девайсами отступают. Ну, раз у нас этот раунд уже, как бы, в копилке команды MBR, давай с тобой посмотрим вообще на кэфы, которые прилагает наш партнёр GGBet в рамках этой серии. Я сначала посмотрел, там были достаточно высокие цифры на Mibor, но сейчас 2.94 на них и 1.38 на команду Liquid. То есть Liquid у нас, конечно, фавориты, но, честно говоря, после этих двух раундов, я бы сказал, всё да наоборот, на самом деле, получается. Тут, конечно, кэфы немножко меняются, но всё же, друзья, вы можете этим делом воспользоваться в описании по баннеру, переходите и порадуйте себя немножко. Знаешь, учитывая то, какой MBR тут аутсайдер в этом матче, кэф даже на Liquid, даже вот такой 1.38 – это ладость просто, потому что Team Liquid не славится очень сильным дефенсом на Эншенте, вот как раз-таки в атаке, вот у них всё хорошо получается. И вот плохой старт, я думаю, что не сделает тут погоды для команды, которая только что на EPL второе место заняла. Думаешь, всё-таки это только вот именно сторона защиты, да, такая проблематичная, а за атаку ребята будут прям рвать и метать на этом Эншенте? Да, тем более сейчас они засейвили три девайса, они могут купить полноценный бай в третьем раунде и просто снести всю экономику бразильцев и просто зарыть их без шансов за сторону, как они это делали против Cloud9. Посмотрим, да, всё-таки закупаются, но вот так вот, чтобы на Next было, два пистолетика, три рифла, ну можно выиграть с таким байом спокойно раунд на Эншенте, да, минимальная раскидка, но когда у тебя МК, у Лижа и Калаша Вейкендара, всё может очень повернуться быстро в сторону твоей команды. Ну смотрим... На центр пока что выходит, MIPR, есть размены, Лиж не реализовал МКу, Нитро, засоявленный Галил, всего лишь один фраг даёт, но вот слабовато как-то разыграли, очень. Да, ребята из MIPR, как мы видим, действительно сейчас демонстрируют немножко другой выход, да, в мид, и действительно в этом выходе Ликвид сыграли не самым лучшим образом, но что поделать, немного не хватает пока что ребят, мы видим, похоже, три раунда за командой MIPR сейчас будет, потому как меньшинство у команды Ликвид встаёт сейчас в их распоряжении, то есть у нас тут, пожалуйста, и Киндер, который, да, встречается с Джотой, хорошо, дуэль выиграл, дальше, как мы видим, он ещё и бомбу выбил. О, слушай, а может быть я немножко поспешил всё-таки с похоронами команды Ликвид в этом раунде, потому как ребята здесь ещё могут навязать бой, если у нас получится как-то у Нафы ещё с кем-то справиться каким-то божественным чудодейственным способом, ну нет, нет, тут Эксид, как мы видим, спокойненько перекрыл Нафа, но вот теперь что с бомбой делать? У нас, как видим, Якиндер теперь здесь, конечно, на горяченьком сидит, в него просто несколько людей выходят, как мы видим, здесь остаётся Эксид контролировать это дело, делается один минус от Якиндера, но дальше Хени закрывает и его у команды Ликвид, и тем самым MIPR у нас три раунда подряд берут. Ну, видишь, всё-таки сейв получается для команды Ликвид не сработал, всё же пока действительно та самая фраза по поводу вялой защиты команды Ликвид оправдывает своё существование. Да, но стоит всё-таки посмотреть на первый раунд, посмотреть на тактическая пауза сразу же на первый бай. Скорее всего, это обусловлено тем, что деньги у MIPR-то не сильно хорошие, то есть если они проиграют этот раунд на следующий, особенно если без установки бомбы, на следующий будет, там максимум два калаша, и надо что-то придумать, что сделать на первом бае, очень грамотная пауза, редко очень мы это видим в профессиональном КСе. Ну, а я так чувствую, у Джоты будет очень потная каточка, потому что после каждого раунда он вытирает мышку и руки полотенцем. Не, ну может быть, ну знаешь, есть ли люди, у которых чуть-чуть, так сказать, усилены или как-то более ярко это потовыделение выделяется, ну, бывает такое. Опять же, тем более, еще возможно, все-таки какие-никакие нервишки имеются. Хотя, не знаю, даже пока по исполнению, которое показывает MIPR, мне кажется, нервишки должны работать у команды Liquid, нежели у бразильцев. Ой, а тут Оуси с АВП сидит в темпле, и еще два игрока плюс-минус рядом подав с пончике. Будет очень тяжело выходить на этот сайт бразильцам. И вот не попадает Оуси первый фраг, и это будет сейчас очень тяжело. Нет, все-таки есть фраг по бронзану, по второму промахивается, а Team Liquid не спешат прерваться с маки пончик, будет Нитро у нас слушать бомбу, будет пытаться он ее нашивать. Полетит ли флешка в пончик, чтобы поставить эту бомбу? Нет, все-таки играет от темпла. Фейк по бомбе, чтобы выманить патроны. Хенни как раз-таки под этот байт забрал еще один килл. Но вот луркер умирает под B, а бомба все еще не стоит. С мака в пончике нету. Очень тяжелый раунд. Доводится разыгрывать бразильцам. Да, но Хенни может попытаться снова пахтаться, какой-то момент вытянуть для себя, потому что, как мы видим, он достаточно важные киллы делал в предыдущих раундах. И сейчас мы ждем его точно так же включения. Но сейчас он находится, конечно, в очень плачевной ситуации. Его тиммейты, грубо говоря, от него отрезаны. И он просто между двух огней. Попробуй в него выйти из пончика и как раз из СКД. Вот, пожалуйста, Наф это делает. Хенни уже закрыли. И Эксит вместе с Жотой остаются вдвоем. Но УСИ справляется и здесь. Первый свой промах, так сказать, был нивелирован сполна. Жотой забирает Нафа. И остается 1 в 3, 24 секунды. Ну, скорее всего, этот раунд на грани фантастики для команды Mibro сейчас будет находиться. Да, и вот как-то мне не нравится уровень подготовки. А не, подожди, у нас тут Жота пытается выиграть раунд. Ладно, тяжело ему будет это сделать. 7 секунд. Поэтому можно пока поговорить о проблемах MAPR. То есть, если они готовились к команде Liquid, они вот понимали, что в основном в упоре никто у Liquid никогда не играет на А. То есть, Nitro это более такой пассивный опорник. Если ты видишь ОСИ, который стреляет с Темпла, то есть, не обязательно Молик за Х кидать, не обязательно Молик кидать за дефолт. То есть, можно выйти, Молик кинуть за смок в пончик, чтобы можно было бомбу поставить флешку. Потом Жота занял с единственным смоком Темпла, не мог обновить смок в пончик. Из-за этого Луркер там под Берана сыграл. То есть, очень много брака вот в этих микромоментах. И за них такая команда, как Team Liquid, просто прощать не будет. Вторая пауза. Да, причем интересно от кого. У нас пока что показываются игроки. Интересно, кто же эту паузу поставил. Сейчас, кстати, я точно скажу. Потому как мы это дело не видели. Liquid! Liquid, Liquid в зале получается тайм-аут. Ну да, фурия вряд ли бы... Ой, прошу прощения, фурия. Мибр. Вряд ли бы здесь сейчас. С двумя паузами практически подряд как-то выделялись. И в итоге сейчас именно Liquid в зале небольшой перерыв. Ну, к чему эта пауза, Вань? Потому что последние деньги и надо как-то просто выиграть раунд. Потому что это очень хороший старт будет для бразильцев. Ну, пока они сделали свой энтри. Якиндер тут... В макаху гуляет в такие. Не решился он выходить в него. Но посмотри. 3 в 5. Нужен риск. Сыграл на развеечку. Никого не увидел. Откинутая хэшка. Минус 50 по тортлу. Как агрессивно он играет. Он хочет дать этот фраг. Но бразильцы вообще не подставляются. Развернется ли он чекнуть 9? Нет. Рензан его разменивает просто. И два игрока остаются на центре. Но и Майбр об этом-то не понимают. Они все же думают, что кто-то должен-то остаться на B. Liquid выбрали для себя нестандартный сетап. Джота занял точку A. Туда идет вся перетяжка. Но мне кажется, что скоро об этом Team Liquid могут догадаться. Позиция у Джоты уже настолько хорошая, что даже с 7 хэ ему хватит, думаю, сил убить игрока в спину. Нитро у нас пока чекает под базой B. Никого не видит уже. 100% понимает, что это выход под базу A. Но и как же тут отыграет оси? Не может он себе позволить сильно рисковать. Он понимает, что тут уже мог быть давно игрок. Выходит со смока в пончики. Ой, как же долго он выходил в зуме. И получается в него разменять. Это печальная новость, на самом деле. В итоге у нас от Нитро. Капитан, капитан, чек нет или нет? Нет, нету про чека, оси приходится сейвить. Это четвертый раунд для бразильцев. Посмотри, какая сенсация у нас происходит в первой половине. Отправляют они на экономический американцев с одним АВП. Да, пока так от них смотрится великолепно. И вот, кстати, этот раунд, наверное, можно назвать чуть неудачными спинами игроков Liquid. Сюда риски от и киндера, и, как мы видим, Нитро, который тоже пробежал, не прочекал спину, сделали самые неприятные вещи. Оставили в серьезном меньшинстве. Не дали сыграть дальше. Тут еще и, кстати, Джота семью хп может найти оси. Это будет вообще великолепно. Выбить снайперскую винтовку, оставить полностью без денег. О, боже мой. Это просто кошмар. То есть, ты вот подметил действительно, что пауза, получается, была именно для того, чтобы разобраться, как-то вытянуть раунд для того, чтобы не оказаться в экономической яме. Ребята раунд проиграли, оказались в этой яме. И причем, можно сказать, сотягчающими. Да, но ты посмотри, как эти первые два килла нашлись. То есть, Team Liquid понимает, что у них последние деньги все равно как-то себе не дали отчета, что ли. Вот так вот безалаберно отыграли, что на банане, что в мидле, отдали два энтри. Ну, слишком уверенно пока что американский коллектив себя чувствует, но это не приносит никаких плодов, потому что вот даже в этом раунде лишь погибает первым. Не удалось реализовать ему Desert Eagle под смачок. 5 в 4. Осип понюхала на смок. Меняет позицию. Ой, какая могла быть хорошая хаешка по-твоему, если бы докинул. Да, но попал в итоге только по Бронзану. Ну, итог, кстати, всего лишь 26 хп. Ладно, смотрим на Якиндр. Якиндр у нас здесь вообще бессменный напорник данной позиции. Он отсюда не уходит. Он уже все раунды здесь находится. Неплохо встречает в некоторых моментах. Но все же пока какого-то большого успеха это не приносит. Якиндр, МПшка! Очень неплохо могла, кстати, здесь сработать. Но сделал только один минус. Дальше у нас все-таки Якиндра забрали. И ситуация 4 в 3. Все же ребята из Ликвид остаются в меньшинстве. И теперь, как мы видим, выход на Б будет. Которым ребята из команды МИБРа в первых двух раундах нас очень приятно удивили. Сейчас же будет такой более классический. Медлень, несмотря на то, что там ребята ожидают все-таки пистолет, но играют очень аккуратно. Рваться все-таки на Ликвид на такой уровень команд, наверное, не хотят рисковать. Но Хенни с Тортом, как мы видим, забирает свои фраги. Нитра в это время забирает Джоту. И получает хэдшот от Теркла. Знаешь, в чем тут самая сложность? То есть, они же, получается, с Мальты приехали в Швецию. Пока эти переезды, возможно, отсутствие пракам. Особенно перед тем самым финалом в Best of 5. Команды обычно вообще там не играют разыгровочной праки. И сейчас они приехали, и они смотрятся как команда, которая приехала и должна тут всех просто, знаешь, условно на стрельбе переиграть, на скилле переиграть. Но вот ничего не ладится у них, хэдшоты не попадаются. У Элижа вообще игра не идет пока что в Тарте первой половины. И очень все смотрится так плоховато пока что для северноамериканского коллектива. Да, это еще, мне кажется, мягко сказано. Но опять же, я думаю, что мы все-таки еще будем ждать вторую половину. В которой ребята будут стараться показывать себя. Ну а вы, друзья, пока можете посмотреть и убедиться в очень подробной статистике от CoverGG. Переходите на сайт и узнавайте как можно больше о своих любимых командах, фаворитах и многом другом. Ну а пока у нас на экранах седьмой раунд. Посмотрим, как этот девайсный раунд у Liquid получится сыграть. Ждем первых встреч. Ждем от них, возможно, энтри. Потому что пока у нас, как мы видим, наверное, по статистике те же замы, эндри ребята из Mibor чуть лучше выглядят. Ты знаешь, тут вот эта последняя пауза. Правильно, Team Liquid поставили? Угу. И она тут даже больше играет на руку, я бы сказал бы Mibor. То есть надо было ее все равно ставить, но Mibor уже использовали две. Для них сейчас не менее важный раунд. И были дополнительные... Ну, мы все понимаем, что это не 30 секунд, а минута, потому что все обузят этот фристайм. И минуты хватило, я думаю, ребятам. Что-то придумаешь, что делать. Mibor брали две паузы, Liquid брали две паузы. Mibor уже... Mibor брали только одну. Liquid брали две паузы. Да, Liquid брали вторую и третью, а первую брали Mibor. Вот. Ну, пока что эти все паузы играют... Они как будто все для Mibor, да, все равно? Да, и вот посмотри, как они отыгрывают. То есть последняя раскидка осталась у Team Liquid. Они перехолдили, два человека раскинуло B. И какой же грамотный контакт только что вылетел на A. Просто 5-4 ставится бомба. По луркерам инфы нету, но Ильиш уже врывается, дает размен. А вот тут как бы игроку номер 0 и 6 надо уже подтягиваться, что-то делать. Потому что тэшка это не самое лучшее место, откуда ты можешь схолодить плент. Есть у нас позиции в темпле, но в пончике никого нету. В самой важной позиции на ретейке, наф. Сейчас должен будет расправляться своими энерами. Нет, Бронзан его убивает. На мидле находит Экиндар Экзита. Ильиш, Оси дают по фрагу. Бронзана остается один. Возможно, это будет герой этого раунда. Есть минус по бомбе, но у Team Liquid хватает времени раздефать. Или не хватает. Слушай, дефюс киток нет. Не было дефюс киток. И в итоге... Ааа, не хватает, да ладно, боже мой! Ребята из Liquid очень неплохо постарались. Сделали действительно крутую ситуацию, крутой отыгрыш на этом аппленте. Но все равно за неимением дефюс китов и двух игроков они лишились раунда. И отдали его снова команде MBR. Ну, блин, я не знаю. Слушай, Liquid пока плохо себя чувствует. Ты знаешь, действительно, мы можем ждать атаки, но, честно говоря, если эта половина закончится там с разгромным счетом, честно говоря, мне кажется, даже хороший атака Liquid по такой игре может не спасти. Но, опять же, это будет позже. Не, это, на самом деле, скорее всего так и будет, потому что на Эншенте, как бы ты хорошо не играл, но за атаку достаточно тяжело играть. Очень тяжело играть. Потому что карта, ну, супер-сити-сайдед. Иногда ты не можешь просто найти выход из ситуации. У оси есть первый минус по Брензану. Все-таки пытаются дальше додавливать эту твою линию под апплент. MBR поняли, что уже вряд ли у них получится хорошо выйти. Все-таки пока бы не вышли, уже обстянулось бы два игрока еще дополнительных. Поэтому сейчас будут как-то медленно разыгрывать раунд и оставили, что примечательно, луркера пода. Значит, хотят сделать какую-то разводку. То есть хотят вернуться пода, Мишу, да, если что? Да, да. Возможно, это будет что-то по типу раскида Б и выхода на девятку пончик. Там, когда ты делаешь такой сплит, в конце раунда особо смоки не нужны, потому что ты под КТ особо не подставляешься, да и с пончика легко КТшника убить. Ну, посмотрим, что они будут делать, но пока что все смотрится на то, как будто у них есть какой-то план на этот раунд. Летит раскидочка у нас под Б, два молика, смог, Оуси пока забирает луркера под А. Все-таки нет, это будет выход на Б до конца, не будут играть они от луркера, то он крутится-вертится, не находит он нафа, экзита, вообще не идет стрельба. Ну и тут просто ребята с лонга закрывают выход атаки. Ну, я как-то переоценил план Майдера, если честно. Они просто раскинули и что-то вышел в соло. Такой Майнгеймс построил, на самом деле, очень многоуровневый для команды МИБР, да, они все-таки решили сыграть немножко проще. Ну, как мы видим, простая игра оказалась для них неудачей, по крайней мере здесь. Ну, опять же, потеря луркера, да, возвращаться уже было некуда, 30 секунд на таймер, ребята решили задавить и их просто-напросто перестреляли. Ну что ж, стрельба у Ликвид начинает идти и два раунда, как мы видим, уже в их копилке имеется. Теперь, насчет третьего раунда, я думаю, тоже каких-то серьезных вопросов быть не должно, потому как МИБР у нас играет через пистолеты, там, по 250 в трех экземплярах и просто глаки. У остальных игроков лишь в это время перестреливается с центром, и Киндер в это время делает минус по Джотти, экзит забирает и Киндера, наф, нитро делают по минусу и все. Тут уже, наверное, пистолеты все-таки должны закончиться, хотя ребята сделали два минуса, пытаются прыгнуть экзит, но его здесь настигают. Ну, все, Ликвид, как бы, похоже, устраивают возвращение на карту Эншент. Да, но все-таки два кила дать на фулл экономическом, это тоже неплохо, то есть они до сих пор держат хоть как-то экономику Ликвид в минимальном напряжении, так сказать. Посмотри на их бай, четыре Галила. Вот мне нравятся команды очень сильно, которые ценят раскидку на Эншенте, потому что, ну, без нее вообще никак играть, то есть по мапе бегать, контроль какой-то иметь. Вот они имеют сейчас четыре Галила, но зато фулл раскид. Да, и это должно хорошо сработать. Ну, давай посмотрим, сыграют ли эти гранаты по итогу с этими Галилами. Пока здесь действительно эти гранаты идут, выжигают просто и Киндра с его позиции, кстати, выгоняя его на Б плент, он здесь будет так, чисто с плента посматривать уже на свою уже бывшую позицию. И ребята из Минберг, мы видим, постепенно все-таки продвигаются. Самое интересное, бомба-то у нас в Миде, и вот куда они с этой бомбой все же отправятся. Пойдут ли они на Б, либо найдут хилы, пойдут. Вау, увидим сейчас и Киндра, подожгли, и Киндра правда все равно делает минус. Еще, кстати, неплохо в смог зажал, да. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Пока что главного героя в этом раунде. Ну и в ситуации 2 в 4 остались игроки атаки. Что теперь делать? Причем вопрос. Гранаты закончились. Никаких ютилок нету, приходится просто брать файты с Галилом. Это делать очень тяжело, но Хенни все-таки неплохо справляется с этой задачей. Будет как-то мансовывать оси на ВП. Оси промахивается. Ну и Нитро просто заканчивает этот раунд. Кстати, вот, ребят, кто смотрит нас вот сейчас, то, что сделал Екиндер, это вот вам на заметочку, если вы там пытаетесь пробиваться в киперспорт, играете праки, собираете команду с десяток там на фейсити. Каждый раз, когда будет против вас отбивать кейв, в основном, всегда будет прилетать этот молик за столб. И если вы так же будете грамотно, получается, сейвить свой смог в кейве и откидывать на угрозы этого молота, вы можете делать спокойно так же фраги, как Екиндер. Это очень хороший молок. Ну, получается, образовательный Эншент от Ликвид и Екиндер, в частности. Элиш очень неплохо, кстати, заходит. Бронзан забирает своего тиммейта, Лиш забирает только двоих по итогу. Бомба там лежит, так и осталось лежать. Ну, короче, без своих, чтобы чужие боялись, но, как мы видим, здесь Элиш не боялся, не спасовал, отлично зажрал, и раунд команды Мибор, наверное, все-таки закончился. Осталось лишь два игрока с пистолетами. Думаю, здесь и пока ничего ожидать. В общем, анти-эко, именно не анти-форс, анти-эко, на карте Эншент за Дефенс почти 100%. Почему? Да потому что против тебя будут занимать почти все зоны под гранаты. Это и мидл, это и рампа. И тебе потом приходится все равно выходить б-воротов, все равно выходить мидл на какой-то стейт-авик, который тебя без шансов перекроет, если у тебя там нету раскидки. И получается, что вся твоя вариация – это посидеть и потом выйти, выйти на кольты без армора и просто упасть в могилку, можно сказать. Поэтому мы видим уже второй раз без шансовый анти-эко от Ликвид, которым просто у Мибор шансов не было. Да уж, ну, по крайней мере, я рад. Наверное, зрители тоже рады тому, что Ликвид все-таки у нас сейчас уже показывают конкурентоспособный Эншент, потому как вначале казалось, что Мибор здесь доминанты, да, альфа, а Ликвид якобы омега, но на самом деле все пока что не так. Счет 5-6, Ликвид у нас близки, правда, я так понимаю, что сейчас у Мибор, мы видим, ставится действительно сейчас вторая пауза, у нас уже по 2 паузы за эти 11 раундов ребята успели использовать. Посмотрим, что сейчас нашифрует Мибор в таком раунде. То есть это, я так понимаю, пауза тоже такого формата, что, ребят, экономика плачевная, надо что-то придумывать, выбираться, да, как это было и у Ликвид. Да, будет уже намного тяжелее, потому что у Ликвида есть как бы запас, у Ликвида есть уже какая-то уверенность, уже можно позволять себе делать больше агрессивных фуов и не бояться. И вполне реально, что мы увидим 9-6. И опять ломают эту базу А, вот все-таки их тянет туда и тянет бразильцев ООСИ. Перед ним падает СМОК, не получилось дать выстрел через него. Ликвиды, в свою очередь, отдают базу А, будут опять играть ООСИ. Вот и лишь дает размер Брэнзану, не уверен, что хорошая была идея спрейить пончик. По трассерам его спокойно нашли, Нав опять находит луркера под Б, но он его просто читает как книгу. Но уже не в первый раз он действительно этим занимается, на сей раз, как мы видим, здесь уже проверяют всякие поджимы на КТ, на всякий случай, и вдвоем все-таки двигаются. Но тут Джота, посмотрим, пройдут ли они его, вот в чем вопрос. Первый не проходит, второго Джота тоже зажимает, но с ним не справляется. Но бомба-то пикает, да, там есть дефьюз киты, сейчас, скорее всего, СМОК дефьюз будет делаться, Хенни в это время, как мы видим, забирает одного, тут же, как мы видим, Мэкси все-таки справляется с нитро, не дает в итоге сделать это СМОК дефьюз, и раунд все-таки Мибор берут, крики в зале там кричат, я так понимаю, Мибор радует своей победе. Все-таки бразильцы в этом плане действительно очень яркие личности и игроки. Знаешь, много мы в студии аналитики говорим о том, что лучше всегда кидать СМОК на бомбу, чем на плейс, в котором находятся последние игроки атаки. Но вот сейчас была та ситуация, где ты просто кидаешь СМОК в Т-шку, и все, и на этом раунд заканчивается. И из-за того, что именно такая бомба стояла, когда Элиш дефузил ее в СМОКе, вот просто некому было ее грамотно прикрывать. То есть игроки атаки могли позволить себе просто выйти и пытаться нашивать. Ладно, 7-5. Якиндер очень агрессивно отыгрывает. Доджет флешку, есть два минуса от него. Ну, это ЕВП. ЕПЛа. Ну, вообще, слушай, эту позицию можно чуть ли не Екиндер уже называть, по крайней мере, на этой карте Эншент уж точно. Похоронил он уже здесь несколько раундов команды Мибор, и продолжает это пока делать. Я думаю, что он бразильцы этим, конечно, очень сильно недовольны. Ну, не знаю, найдут ли они все-таки какой-то ключик в следующих раундах, потому что пока что, как мы видим, ребята излигаются в полном составе, и понятно, что из такого большинства, я думаю, проблем доиграть у такого уровня команды не должно быть. У нас, пожалуйста, как бы. И лишь делают еще один минус, и остается эксид вместе с Хенни, и, возможно, это будет все-таки сейв, потому как 50 секунд бомба вообще лежит где-то под Б, Хенни в это время просто посматривает, пытаясь минуснуть кого-то из игроков, но мы видим, что игроки Ликвид-то особо и не подставляются под него. И все, Ликвид тоже будут просто сейвить свою экономику, наверное, вряд ли куда-то будут рисковать выходить. Все-таки еще два раунда остается на первой половине. Хотят засейвить последние девайсы, уходить на еще один экономический, просто, знаешь, как-то тильтово, можно сказать. Тут есть хоть какой-то шанс зацепиться, все-таки Ликвид играют достаточно агрессивно, возможно, Хенни получится дать какой-то фраг, экзит, докупить смачок, потушиться там где-то, попробовать дать энтри, остальные ребята с пистолетами, если что, подберут. Посмотрим, что я не буду делать с таким баем. Ну, может быть, мы увидим что-то подобное, что видели в начале этого эншента, как ребята просто реактивно выходили на B-Plant, врывались, да, и у них это удачно получалось. понятно, что там с одной точки зрения экономика была, у Ликвид все-таки такая плоховасенькая, девайсы были не такого уровня, как сейчас, но все же, может быть, вот это вот, не знаю, какой-то отголосок бразильского, бурного, резкого КСа все-таки сработает. Ну и посмотри, что они делают, действительно, похоже, так и будет, они просто не тесутся, правда, там уже молики летят, и вот как раз ребята из Ликвид своими моликами охладили пыл команды Мибор, которые мчали просто шашкой на голову вперед, тут у нас, как видим, флешка полетела, нафа, забрали уси, правда, стреливает игрока одного, второго, снайпер, команда Ликвид справляется со своей задачей, великолепно, в данном моменте исполнил, но, кстати, мы видим, что и Киндер это все-таки с его позиции выкурили, да, забрали, он там попытался, так понимаю, запушится, и в итоге запушил не самым лучшим образом, тут же Джота, ооо, ребята, посмотрите, как играет Джота, во-первых, на него не разворачивается, да, он просто отправляется, и он просто агент 007 сейчас, в хорошем плане, в хорошем смысле, все-таки Хейни, как мы видим, ожидает, видите ли же, по информации его тимейта, Джота закрывает оси, и остается последний нитро, команда Мибор, все-таки раунд этот берут, и пока что не готовы отпускать на девятый игроков Ликвид, ну как тебе раунд, расскажи, со своей точки зрения, что произошло? Ну вот видишь, я говорил, что Ликвид любят играть достаточно агрессивно, и получилось так, что оси пришлось доджить флешку, и игрок на банане просто не успел собрать раму, в скобочках, перевестись на игроков, которые выходили на него с упора, его разменяли, и Киндер хотел с девятки помочь, но не прочитал позицию Джоты, который его просто перекрысил банально, но решение вообще от Джоты впоследствии было очень интересным, мне всегда нравится наблюдать за такими решениями в игре, больше всего нравится наблюдать, когда такие решения проваливаются, когда ты пропускаешь игроков, сразу же бурлит у нас всегда чат на Твиче, не, ну понятно, то есть это наверное ситуация 50 на 50 развернется человек или нет, да, что ему в голову просто сбредет, пойдет ли он дальше проверять и не допустит момента, что у него кто-то там в спине остался, либо все-таки пойдет вперед, ну как видим, на сей раз игроку Мибор повезло, не знаю, получится ли в следующий раз, вообще увидим ли мы что-то подобное, потому как Ликвид у нас все-таки на своих ошибках учится, я смотрю, что они начинают там проверять некоторые ситуации, ну опять же какие-то поджимы имеются ввиду, хотя и кинга тогда отчасти повезло, что не два игрока отпушивало кейвный, потому что он увидев лижа, он сразу же стал бы спиной ко второму игроку, боже, как Хеня читает эти все ванвэи, ну сколько уже можно Team Liquid играть под этот ванвэй в мидле, ну сколько уже раз погиб игрок защиты под этот ванвэй за сторону, просто не знаю, раз 5-6, ну слушай, он погибал явно больше, чем делал киллов, да, на этой половине, то есть это уже как бы минусовая ситуация, так что да, здесь такие вопросики к Ильижу и Liquid по центру карты Эмшинт за защиту, да, и один смок-то у нафа остается и уже не будет особой возможности его использовать, разве что в ретейк и киндер, есть ХЕ по бомбе, тут наф пытается смоки у нас нашивать, неплохо дамажит смоки, и киндер еще успевает дать враг, нитро, какой грамотный заход в спину, два в два сейчас остаются капитан вместе со снайпером, есть у них дифьюз киты, да, есть они все-таки в кт их просто надо подобрать, Оси возможно сейчас этим и займется, но дилейтся из-за этого ретейк, нитро погибает и тут уже позиция позиция у Джоты может вообще не читаться, Оси смотрит, топает, слушай, ну там на шифте просто человек идет, Оси в итоге посматривает не туда и в итоге Джота блин, Джота в спине это просто что-то с чем-то, браво, 8-7, в итоге у нас по счету в первой половине получается, Ликвид конечно эту половину по итогу ой, прошу прощи, 8-7, 9-6, блин, на пользу команды Мибро, прошу прощения, я вот тут уже решил команду Ликвид немножко поздравить, но счет-то друзья для них пока не лучший, но с мыслью наверное у меня была о том, что Ликвид-то все-таки могли закончить с результатом намного хуже, да, по тому старту, что мы видим сейчас на хайлайтах, но ребят реабилитировались, до 6 раундов дошли и в итоге все же Мибор в плюсе, хорошая половина от них была сейчас, у нас будет небольшая пауза, может быть пара минут, но в это время друзья, хотелось бы вам напомнить, что все это время в Украине продолжается война и конечно же это очень грустная новость, поэтому друзья, у нас есть замечательная возможность для вас, вы можете перейти по баннеру по трансляции на сервис Донателло и тем самым поддерживать ЗСУ, а также людей, которые попали в плачевную ситуацию от того, что эта война идет, поэтому переходите и донатьте, ну а мы пока уходим на паузу, буквально пара минут и мы возвращаемся с продолжением матча Ликвид против Мибор. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, возвращаемся, продолжаем следить за матчем в Ликвид против Мибор, и у нас первая половина была со счетом 9-6, для вас работают Айваны Планки, и эта серия, можно сказать, только начинается, потому что сейчас мы увидим, ну, может быть, конечно, не самую сильную в мире атаку от команды Ликвид, но все же, по мнению твоему, Ваня, ты говорил, что атака у них все-таки хороша, и, возможно, мы сейчас это дело и сможем лицезреть. Ну как, ну, в матче с Клоднайн ее просто не было особо видно, но в других матчах все-таки неплохо они справлялись с этой задачей, Брензан, на него хорошо сработал байт, два минуса от него и лишь, надо срочно разменивать Кене, но посмотри, я давно не видел Молика в пистолетном раунде, который остановил эту атаку, что позволило Джоти обойти в спину, забрать еще два килла, капитан команды Ликвид остается последний, дает фраг по экзиту, но увидел он Джоту, видел, увидел, и за кустом как спрятался-то бразилец, глянь на него. Да, 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 просто слился, слился с ореолом того, что происходит на этой карте, но вообще все-таки эта карта Дэншент, она немножечко такая, наверное, все-таки южноамериканская, да, так что можно сказать практически как рыба в воде оказался игрок бразильской команды. Окей, пистолетка и вот этот Молик, мне кажется, мы возвращаемся к тому, что ты подмечал на первой половине, что Мибор все-таки не зря дают предпочтение раскидке на карте Эншент, и они продолжают это делать даже в пистолетном раунде. Да. Молик очень грамотный, если это был именно Рид и подготовка под соперника, то браво, посмотри, как влетает где Киндер, есть энтри от него, Джота бесстрашный, своего же Молики врывает, Хенни, ну лута это не просто изи-мани тут на ЭКО, правда, Хенни всего лишь один фраг получилось сдать с МПшки, в основном все минуса дал, пока что большинство минусов Джота. Да, и Киндер, кстати, если что, с МПшки трофейный тоже смог сделать фраг, конечно, он тоже немного заработал, но, честно говоря, эта позиция для него это просто что-то с чем-то, я говорю, ее уже нужно называть Киндер, по крайней мере, как он в защите играл, там, как сейчас за атаку тоже ворвался, сделал свое, правда, это, конечно, не приведет команду Ликвид, как мы Димка победе в раунде, пока что, да, потому что, ну, два Глока после против Саленсера и двух МПшек, это, конечно, фантастично будет, если произойдет все-таки раунд в пользу Ликвид. Да, что-то будет реально из ряда фантастики, возможно, сейчас они просто пользуются этим моментом, чтобы обговорить, что делать в следующем раунде, хотя, зная команды такого уровня, у них уже есть план, в принципе, на первый байраунд, возможно, просто по мелочам обговаривают, чтобы не было никаких затупов, чтобы все прекрасно понимали, что делать, возможно, какие-то микродетали вспомнить, но МАБР смотрится очень заряженно, мне прям аж нравится, как они играют. Да, я думаю, зрители тоже это подметили, я, честно говоря, я просто уже немножко в шоке был от того, как мы увидели первые два раунда стартовые на карте Дэншин, мне уже сразу такой, вау, блин, МИБР, что вы творите, боже мой, ну, а вы в чате, дорогие друзья, тоже можете продолжать писать по поводу того, за кого вы болеете, за МИБР или за команду Ликвид, ну, а пока у нас раунд под номером B17 начинается и потихоньку развивается. Как мы видим, ребята из МИБР очень активно, на самом деле, занимают свои позиции, мидл взяли, Джота, кстати, тоже, как и Экиндер, как мы видим, старается агрессивно играть, но, как и у Экиндера, это не очень хорошо получается. Тут у нас еще ОСИ находит игрока МИБР также, так что это ситуация 5 в 3, ну, неплохой старт для Ликвид. Ну да, смотри, по сути, все, что сделали Ликвид, они грамотно просчитали то, что будут использовать свои МПшки бразильцы, будут пушить Банан, пушить Кейв, просто грамотно стали, законтролили, сделали буст, воспользовались тем, что смог немножко кривовато упал в ворота, и сейчас мы имеем преимущество в одного игрока, имеется два смока, имеется молик, который можно будет просто исключить самую неудобную позицию для захода, скорее всего, это будет молик в нычку, я не думаю, что они сейчас будут его за столб играть, потому что контроля у нас в Киве особо нету, вот сейчас пошла эта раскидка, будет выход вчетвером по банану от американцев, есть пробитие, можно сказать, на пустой плент, и мебры, можно сказать, не угадали, но это решение тоже грамотное, потому что нет у тебя смысла особого с тремя кольтами пытаться каждому там по точке стоять, угадывать, ты все-таки сейвишь на следующий раунд от себя драгоценный девайс, и у тебя есть коинфлип такой маленький, которым ты можешь воспользоваться и принять втроем одну точку, пока что все хорошо делает мебро, вот я не ожидал от них такого перформанса, такой стрельбы, в таком матче против серьезнейшего фаворита, я бы сказал бы американского РМРа. Ну да, но мебро, как мы видим, действительно, ну, видимо, подготовка все-таки роляет, мебро, возможно, хорошо подготовились, действительно, идеи есть, с точки зрения тактического, да, так сказать, от игры шапокан на иншинте, ребята, действительно, хорошо себя чувствуют, по стрельбе у ребят тоже, ну, я бы не сказал, что есть проблемы, потому что, как-никак, большинство раундов сейчас именно за ними, да, и в некоторых моментах они все-таки были сильнее, чем ликвид в большинстве, так что теперь будем смотреть, насколько ликвид смогут переломить вообще вот эту вот бразильскую машину, так, у нас там, ребята, пока, общаются, и ставится пауза мебор, третья, кстати, по счету. Да, ну, важный момент для этой паузы, опять-таки, последние девайсы, пока что, знаешь, вот у меня такое ощущение, что вот все до единой паузы были в пользу команды мебиар, несмотря на то, что две паузы уже, как минимум, брали Team Liquid. Ну, это какой-то чит, получается, то есть, они уже пять использовали, еще одна у них остается по их желанию, и там еще Liquid могут как раз две свои паузы потратить, но пока, как мы видим, Liquid все-таки со своими паузами немножко повременили, пока у них все идет неплохо, и мы смотрим на раунд под номером 19, и также, кстати, еще по-хорошему, конечно, можно было бы посмотреть на коэффициенты, хотя тут у нас уже делается фраг, Nitro, лишь минусы, делают свои, на коэффициенты на коэффициенты, что все нормально, 4 в 4, сейчас еще проверяют middle, и будет все понимание о месторасположении бразильцев, есть еще и минус по Илижу, теперь это становится более плачевным для атаки Liquid, принимают они решение быстро и резко выйти на B, оси снафов дают минуса по девятке, оси, 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 с последней пули забирают Тексита, Хенни, Хенни! Какие шикарные два минуса от него! И это просто нечто, но теперь он остался против Екиндора, главного бомбардира команды Liquid, как мы видим на карте D'Enchions, 17 фрагов у него, 14 фрагов у Хенни, и сейчас они схлестнутся в битве, ну что, Хенни посмотрит ли Тайминг сыграет ли Екиндор, делает свой минус, берет раунд, и Liquid идут, и еще, так сказать, возвращаясь в борьбу, как-никак, забирая еще один раунд. Просто важнейший клатч сейчас от Маркса Калинска, это могло бы просто бы сейчас закончить игру, если бы Хенни взял бы этот раунд, можно было уже на этом моменте охоронить команду Liquid, потому что и денег не было бы, экономические раунды, возможно форс потом экономический, мы смотрим при этом все на команду Miber, которая неплохо достаточно играет Этеншн, все могло быть реально плачевно, сейчас антиэк раунд, Элиш фармит себе легкую стату вместе с Оси, подкрысил у нас там еще один игрок пода, но скорее всего его чекнут, не думает, что у него получится даже и минусы дать, полетел Молик, оси, прекрасно понимает расположение Ахении, остается один Джота с Юспом, который просто попробует где-то выцепить себе девайс, и я даже уверен, что не дадут ему засейвить его в любом случае, Митро находит Джоту, Джота тут пытается затапить, но девятый раунд, вперед у нас капитан Канады Liquid. Да, ну и кстати, после такого камбэка давайте все-таки посмотрим на коэффициент от сайта для Джи Бет, нашего партнера, можно переходить по ссылке по трансляции и воспользоваться возможностью поймать все-таки коэффициент, а коэффициент у нас кстати пока не тот, что я хотел увидеть, видимо кто-то у нас воспользовался нашей ссылочкой на другой трансляции, ну ладно, друзья, в любом случае это интересно, зайдите и посмотрите, я думаю там сейчас на команду Liquid кэфы очень-очень неплохие, ну, наверное возвращаясь к тому, что было в начале, хотя видим, что тут у нас уже проливается первая кровь entry frag в пользу команды Mibor и Kindra, как видим, похоронили все-таки при выходе на B, закрыли вот там, тут же Nitro у нас просочился все-таки, позиции Mibor немножко сместил их, тут же и прострелы от Na'Fa летят, ну что Liquid мне сейчас все делать? Хаешка хорошая залетела от Liquid под B, ну, посмотри, Mibor будут рисковать, имея трех игроков на B понимают, что это может быть хорошая идея, но минусовый размен сейчас происходит, Liquid пользуются этим моментом и резко пытаются зайти на и у Nitro еще получается забрать Хенни на ровном месте, Mibor происходит, просто за голову уберешься, выбивание девайсов, скорее всего, легенькое будет дальше от бразильцев, вот Exit дает фраг, Diffuse китов нет, у Jota слишком далеко, понятно, почему Exit дальше пытается брать этот раунд, его тиммейт вообще не рядом, можно просто пытается добить экономику Liquid, видно. Он добивает свою экономику, на самом деле, свой кольт тоже можно было оставить и, честно говоря, наверное, это было бы лучше, чем иметь потенциальный шанс забрать девайс. Это, я говорю, добивать экономику, смотрю на деньги, потом думаю, фейсбол, там 8 тысяч просто у людей. А просто Гвозди в гроб своей команды потихоньку забивает такими выбиваниями, ну, ладно, надеемся, ребята там все-таки немножко остудят пыл своего тиммейта и в следующих раундах все будет немного иначе, все-таки сейчас Мибор у нас, как мы видим, уже практически все свое преимущество растеряли. Если смотреть на один сейвленный девайс и скаут, который имеет сухение, это все, на чем будет сейчас строиться команда Мибор в рамках этого раунда. И, кстати, что интересно, Liquid у нас по коже пока ватт особо и не ходили, у нас как-то больше бэп все равно получается от них на этом Эншенте. Они просто хорошо считают гранаты соперника, понимая, что там фуллбай, они считают молики, считают сатки и просто понимают, что дефаться это бразильцам нечем. Просто это обузит. Вот так вот просто. Я, кстати, хотел в прошлом раунде похвалить команду Мибор за тимплей, то, как они забрали и Киндера, то, как Джота потушил и кинул флешку перед Хенни, когда он стоял на центре с АВП. Хорошо дефали всю карту, но вот потом, когда они сели на развейке, игрок, который справа должен тупо чекать эту нычку, игрок, который слева смотрит бананы. А получилось наоборот, из-за этого они просто потеряли двоих. Легенькие нашивчики пытаются до конца уже реализовать этот буст Майбр, но сейчас полетит эта раскидка и три игрока скорее всего в ряд посыпятся. Есть первый минус, второй минус от капитана команды и третий же минус от него. Ведет он свою команду вперед как настоящий капитан. Да, небольшой стак от Мибр, правда, здесь, как мы видим, закончился только одним фрагом полежу. Действительно, Нитра здесь похоронил все шансы команды Майбр по итогу, ну а как бы два игрока, которые были, так и остались в принципе на Апланте, никуда они не пошли, скауты 5-7 вместе с Арморами будут сейвить. Ну, следующий раунд у Мибр будет с девайсами, но следующий раунд будет уже при паритете по счету команды Мибр три раунда, которые были, у них преимущество после первой половины растеряли полностью и теперь, потому что они продолжали, ведь набирать у них все было больше и больше раундов, но в итоге Лико сейчас оформляет у нас такой камбэк и на самом деле здесь уже становится непонятно, что делать бразильцам, потому что весь их пыл, весь вот этот вот их нрав гаффа и игру, которая происходила в первой половине, она, похоже, закончилась и Ликвид, как мы видим, спокойненько отдали кулачки друг другу и, как мы видим, Мибр ставят последнюю свою паузу. Ну, все, все, паузу Мибр больше нет, если что, в будущем рассчитывают только на паузу команды Ликвид придется, но дадут ли они им такой шанс, конечно, посмотрим. На чатик там, конечно, очень интересно оценивает команду Мибр, говорят, что могут только в пистолетах и все, но, ребят, ну, вообще-то Мибр там и в девайсах неплохо стреляли, правда, ко второй половине действительно сейчас немножечко сдали по уровню, который показывали в первой. Ну, а вы, друзья, не сдавайте и успевайте смотреть за актуальной и свежей и, главное, качественной статистикой на кавер GG. Переходите и пользуйтесь. Ну, а пока возвращаемся к игре. Ну, бай, видимо, не самый лучший. Джотта со скаутом вторая снайперская винтовка достаточно легкая на этой карте. Тяжело с нее выдать хоть какой-то импакт. Единожды только я на паиле видел, как этот ган зарешал, но экзит поймал хорошо нитро, пытался канело сыграть на развейку, не ожидал такую наглую позицию. 5-4 на ровном месте, гранаты-то у ликвид имеется, все-таки раунд хоть как-то можно закончить, но этот перевес все-таки мне не дает покоя. Ой, какой тайминг, какой тайминг, екендар, пробивает базу Б, есть от него первый минус, который может все-таки закончить даже этот раунд, потому что понимают, где находится аппортник В, еще и так прогнал Джоту, все, все, этот уже чувак не жилец. Боже, какой кошмар произошел, это реально, это просто, это просто онлаки, это невозможно в такой момент смотреть все-таки на выход и буквально, буквально секундочку еще досмотри, дождись, собери информацию, не поставь своего тиммейта, но в итоге Екендар, как мы видим, хоронит не только одного, а целых троих игроков команды Мибор. В этом раунде ставится бомба, ребята из Liquid потеряли только Nitro, и это был entry для команды Мибор, и в итоге, как мы видим, большинство не смогло быть реализовано. как же сейчас тяжело либо фанатам Liquid, либо ребятам, которые поверили в них, сделали свою ставочку, ой-ой-ой, ну я бы точно бы подгорел, это такой шанс минимальный, что Екендар именно выйдет в тайминг, как только Джота отдал, и как же все плачевно получилось для Тортла на базе Б, которого просто закрыли смоком, и смок еще так лег, что он не мог уйти за столб, чтобы его не спалили, ну, похвалить в этом случае все равно нужно Екендара, потому что, можно сказать, в Соленову он раунд вытащил, вот нам показывает еще раз этот момент. Да, да, воспользовался, воспользовался шансом, и как мы видим, все-таки иногда судьба дает шансы, но не всегда люди ими успевают, так сказать, воспользоваться, а Екендар не только воспользовался, но и в свою сторону прям невероятности, ну, правда, на сей раз, как мы видим, судьба берет в своем, сжигает просто Екендара, был в огне в прошлом раунде в одном смысле, в этом раунде оказался в другом, Хенни также справляется еще и с Элижем, забирая его в центре, и теперь Ликвид у нас потеряли двух игроков на сей раз при Энтрекеле от Мибор, ну, тут, я думаю, уже какой-то сенсации продолжения раунда в Ликвид, наверное, не будет, потому что Мибор, возможно, все-таки серьезно собрались, как говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, так что досмотрим раунд под номером 24, может быть, у Ликвид еще получится это дело растащить и продолжить свою серию. Да, я так понял, что Экиндеру просто повезло, потушился в него хорошо Молик, пока мы видим, что Нибиры неплохо дефаются последним смоком, отзонивают позицию Мясо. Да, все-таки есть какой-то смачок, есть Молики, можно чем-то зайти, но слишком большой перевес в количестве игроков. Сейчас капитан опять будет вести свою команду вперед, пробрасывает Молик как раз в позицию, где стоял Брензан, и что? И это близки раунд намечается, я как бы ой-ой-ой, Тортал, как неприятно, он забрал Оуси, Нав, есть минусы, а это уже 2 в 3. И каждый такой размен, ну, идет-то на пользу Ликвид. Ну, конечно, они все-таки уже и зашли, и бомб поставили, и теперь и 2 в 3 при поставленной бомбе, я думаю, что это чуть ли не 50 на 50, ну да, с небольшим смещением пользы Мибр, понятно, как-никак, но вот Нитро, конечно, в позиции находится не самый лучший, Эксид его забирает, но Нав остается последним, и ему нужно будет попытаться растащить, но здесь же Тертал первым дает голову, и тем самым все же Мибр доедает этот раунд, счет становится 12-12, но, честно говоря, я не ожидал такой прыткости, наглости от Ликвид в такой ситуации, и они чуть ли не взяли этот раунд, хотя, ну, шансы были минимальные, но они прям постарались и доиграли его до конца, молодцы, молодцы, счет 12-12, но пока мы видим, что карта Деншин от этих команд действительно достойна, достойна, и от тех, и от других выглядит, поэтому приятно, конечно, за такой картой наблюдать, тут у нас, молики, флешки, молики, прошу прощения, хаешки, смоки, все это дело летит, как мы видим, немножко прогрели игроков Ликвид, но никаких потерь пока что нет. Вот очень неприятно играть за атаку на Эншенте, потому что, что бы ты ни сделал, быстрое занятие рампы, быстрое занятие медлад, ты все равно хаваешь этот урон, как бы ты этого не хотел, в 80% случаев. Поэтому, когда ты потом заходишь на сайт, тебя эти эмки, которые сносят с четырех пуль 100 хпшно, просто уничтожают. Но при этом всем мы видим, что Мибор идут в агрессивный подпуш, как-то Тортл вообще далеко находился от своих тиммейтов, какое ошибочное решение, экзит, тушится в пончике, сейчас есть инфа, что игрок есть в пончике, скорее всего, второй на А, Ликвид этим сразу же пользуется, посмотри, как они реагируют, хорошо, но Бронзан не промахивается. О, это ужас, НАП еще и получил снайперскую винтовку по итогу здесь, с автоматическим девайсом лишь забирает Бронзана, который остановил выход Ликвид, но здесь уже Джотт, НАП справляется с ним, и не несет, ставит бомбу, эксит, остается последним, и все-таки неплохой момент был от Бронзана, но этого не хватает для того, чтобы взять раунд, так как продолжение после тех двух киллов не последовало, и ребята из МИБР потеряли двоих, остался у нас экзит, понятно, в ситуации один в три, он же эту ситуацию разруливать не станет, и отправляется на сейв хотя бы единственного девайса, который в следующем раунде может оказаться, но, кстати, за счет того, что у нас МИБР-то получается много раундов отдавали подряд, один забрали, у них все равно там сейчас серия поражений имеется, и думаю, что деньги, возможно, на следующий раунд у них все-таки будут, хоть и не сказать, что там полноценный бай, у всех будет. Ой-ой-ой, ну, я не знаю, я бы, если честно, после игры очень бы сильно наругал Тортла за вот этот вот, можно сказать, идиотский, потому что у него два игрока играют в кейве, портят друг другу, никаких предупрот... предпров... ой-ой-ой, я уже заперелся в словах, то есть ничего... Предпосылок, не способствует... Да, предпосылок не было к тому, чтобы отпушить то есть рампу. Они не играли там агрессивно. Какой смысл было идти одному на банан, когда у тебя еще два смока было в арсенале, когда ты знаешь, как Team Liquid хорошо реагирует на эти все киллы, как они хорошо собирают инфу. Вот зачем это было делать? Непонятно. Только у него, наверное, есть на это дело ответ. Хенни, как мы видим, здесь пытается снайперской винтовкой, там, как мы видим, OC на бусте, минус от Хенни. Вот как-то не досмотрели. Хенни все-таки в таком углу сидел, что, видимо, OC обзора все же на него не хватило. В итоге бомба выбивается, ее сразу подбирает Нидра, выбрасывает Молик, но игроки Liquid в меньшинстве уже остаются и Мибор все же стараются зацепиться за раунд и снова выйти на равный счет. Давай посмотрим, как тут Liquid продолжит в итоге из меньшинства отыгрывать, пока у них мы видим идеи и раунды получаются довольно-таки неплохие. Я думаю, что вот это Киндер сейчас будет опять многое зависеть и Киндер смог готовить. Команда подходит уже к его расположению. Лишь не перестрелял. Кстати, ответочка у нас все-таки за прошлый раунд уже натертла получается. То есть где-то провалился, а где-то отличился и это раунд как раз именно просто самое. Брензан как мы видим здесь тоже завершил дело своего тиммейта и Мибор без потерь в итоге растащили этот раунд под номером 26 и снова свели счет к равному 13-13 Ох Слушай, мы тут надолго. Мне кажется, с таким тембом мы и добы увидим на карте Дэншин, Ликвид и Мибор. Вполне реально. Вполне реально. Но сейчас Ликвид хотели немножко поменять свой темп и удивить соперника. То есть это был неплохой колл, просто просто не получилось. Просто Мибры были банально лучше в этом раунде и все. Перестреляли своих оппонентов, находились в лучших позициях. Смотри, Джота там откидывает мидл, дал смог, дал флешку, при этом все. Что-то он не решил ничего не делать под этот раскид. Непонятно, какая у него была все-таки идея. Возможно, он думал, что мид еще не заняли далеко. По итогу Team Liquid понимает, что просто нафарт ткид. Смотрим, что они будут с этим делать. Пока потихонечку занимают важные участки на карте. Екиндер у нас до сих пор стоит в позиции почты. Вот сейчас пошел откид, Елиш, есть от него минус. Екиндер там очень рядом стоит, но Елиш просто в соло забирает двоих. Екиндер слышал третьего, есть минус от него. И это выход на 14-й раунд. Вот опять мибры себе позволяют делать вот такие решения, когда это реально не нужно. Они как-то сильно переоценивают финальные заходы ликвидов. Мне кажется, они очень сильно недооценивают их способность просто встречать такое, да, как бы в таких ситуациях. Блин, не знаю, вообще действительно, вот как будто раз на раз не приходится. Мибр действительно уже столько раз на этом погорели и продолжают делать, честно говоря, мне кажется, что там они уже набили не одну шишку, но пока они как-то эти шишки особо-то и не замечают по итогу. Хотя счет 14-13 они снова теряют, как мы видим, шансы на то, чтобы все-таки доминировать на карте Ancient и все же взять все в свои руки. Ой, не знаю, не знаю. Слушай, давай так, произойдет ли что-то подобное в оставшихся раундах, вот в чем вопрос. Вот команды Мибр, как думаешь? Потому как ребята пока на своих ошибках мы видим не учатся. Тут еще и все девайсы у команды Мибр выбивают, деньги у них правда имеются. Тяжело, тяжело быть выбраться из этой ситуации. Всегда тяжело, когда ты вот имел такое хорошее превосходство в счете, а тем более на карте Ancient, где ты сейчас играешь за сторону, которая на профессиональной сцене доминирует уже почти год, можно сказать. И ты отдаешь такой, можно сказать, мини-комбэк, и вот сейчас становится равным и игра очень сильно накаляется. Ты уже не можешь дать себе какую-то слабину, расслабиться. Еще при том, как мини-комбэк играют агрессивно в мидраунде, тяжело будет играть. Очень тяжело. Но я так понимаю, что вот это как раз last pants, который есть у команды мимбра для того, чтобы закрепиться за счетом там 14-14, все-таки снова продолжить борьбу и уже не ошибаться. Хений на сей раз, как мы видим, со снайперской винтовкой без армора. Пытался здесь на пустье сделать минус, но под блайнд был просто вот этот выстрел слепу, и он оказался провальным. Ну, не провальным, а просто пустым. И в итоге через пончик у нас ребята из Ликвид и стараются сейчас отыграть аплэн. Полетели гранаты, молик смог, эксид здесь, как мы видим, с МПшкой, от него сейчас очень многое зависит, сможет ли он здесь как-то остановить выход так, одного приложил неплохо, дальше выходит имейт, жота, коронит просто двоих, эксид помогает, минус, и киндер остается последний нав, и Ликвид, похоже, этот раунд через пончик проиграли. Да, конечно. Я просто в шоке от того, как Мибор иногда везет, потому что Ликвиды опять поменяли немножко, можно сказать, свой стиль в атаке, пошли пода, что они там очень редко делают, причем заходили с пончика, с плитом без тэшки, и им приходилось чекать очень много позиций, как раз таки, потому что у них не было этого луркера, и у экзита была самая лучшая позиция. Посибу, вообще. Ну да. Игра становится все интереснее и интереснее с каждым раундом, ты знаешь. Да-да. Главное, что мы не теряем интриги, у нас как будто интрига такая, оп, ушла, и снова вернулась, снова, вот буквально не успевает она уйти за какую-то дверь. Мы просто постоянно ее встречаем, и это на самом деле не может не радовать. Очень приятно за такой игрой наблюдать, тем более в сегодняшних таких последних матчах, я думаю, что вечером как раз возможно не хватало бы еще немножко вот таких вот матчей для того, чтобы силы остались, и мы смогли еще досмотреть два матча после этого, друзья, не забывайте об этом, и лишь выходит к своим тиммейтам, отдает гранаты, и возможно все-таки будет здесь устраивать пуш. пуш. Да, но посмотри, как сейчас отыгрывает мибр, это уже не то, что они делали в тех раундах, когда они мид тайминги что-то выбивали. Сейчас мы видим хороший сетап в Кейве под засейвленный смок, и это все смотрится очень хорошо для бразильца. Вот сейчас пошла раскидочка под базу через банан будет играть массам тимликвит, хорошо пока откидываются мибры, есть минус от Тортла, второй, почти третий, нитро, размен, но нету контроля у них Кейва, надо как-то с двух сторон пытаться выбивать оттуда брензана, Кенни прошивает бомбу, под флешку экзита, как же отыгрывают мибры хорошо в этой ситуации. Браво, мибр. Боже, это красивый раунд от них был, слушай, ну когда надо, когда надо, ребята включаются и выходят на матчпоинт, единственный пока что, но все же матчпоинт, потому что в какой-то момент казалось, что все может закончиться, ликвид с таким камбэком могли дойти до конца и забрать карту Дэншин в основное время, но сейчас у них это уже не получится, если они хотят забрать, им нужно выходить на допы, и как мы видим эти допы, как раз их от этих допов разделяет один раунд, который мы сейчас увидим, и на который все же свою третью тактическую паузу ликвид тратят, и давайте посмотрим, что за раунд будет нашифрован и возможно предложен еще и тренером. вот все выводы они сделали из проигранных раундов, очень приятно за этим наблюдать, вот было бы обидно наблюдать за мебрами, которые всю игру плюс-минус доминировали, и вот просто бы бездарно проиграли эту игру, а тут мы видим грамотный откид, и молик на банан, и смок они откинули в кейв, и под флешку под этот молик сыграл у нас первый опорник па, потом мы видели, как Брынзан под флешку отработал, потом ретейк, ну, можно сказать, при ретейк, ну, просто браво, это реально было красиво, ох, надеюсь, надеюсь, что все, очень важная пауза, ну, и мы видим, что здесь ESL очень здорово, кстати, добавили нам такую музычку, как раз волнительную, немножко буду радащую подстать в данной ситуации, ну, что же, смотрим, действительно, ребята из Великет оказались в плачевном состоянии, ребята сейчас как мы видим в закупе через два Тегнайна, два Галила и Калаш, Брынзан в это время готов встречать этот выход, ребята из Ликвид такое ощущение, буквально были, отчаялись и помчались куда угодно, только бы этот раунд забрать и в итоге у них все же получается пока что к этому приблизиться, они сделали три минуса эксит это время в спину, но тут же и Киндер, боже мой, какая хорошая ситуация для него сейчас была, он встретил игроков, Хенни остается последним, ну и все, наверное, здесь о нем уже информация имеется, OC хоронит Хенни и это 15-15 допы на The Ancient Liquid против Мибор, друзья, мы посмотрим еще немножко за этой замечательной серией. Это феноменально, это реально интересный Best of 1, которого я не ожидал увидеть на американском РМРе, браво обеим топовым коллективам, очень хочется посмотреть эти допы поскорее. Ох, ну у нас сейчас немножко хайлайтиков будет, с первой, второй половины, не знаю, сколько у нас там будет паузы, я думаю, что она будет небольшая, потому что даже и не пауза, можно было бы даже немножко обсудить некоторые моменты, но ребята из команд действительно продемонстрировали нам пока что замечательные две половины полные, 15-15, это было божественно, надеюсь, допы не разочаруют и смогут продолжиться в том же самом формате, ну вот, да, допы, допы, а что, кстати, у нас в это время ну что ж, возвращаемся к вам, у нас такая накаленная на самом деле карта получается, 15-15, D&D Liquid Mibor, с вами Айван и Фланки, и мы продолжаем с вами следить за такой потрясной серией Best of 1, к сожалению, но все же это на самом деле серия стоит всяких похвал, и мы смотрим сейчас допы. Ну что, Вань, чего ждать 10 тысяч у обеих команд на этих допах по правилам РМРа? От кого ждать? Ждать сейчас можно того, что Mibry хорошо прочувствовали то, как действует в атаке под B Team Liquid. Возможно, мы увидим меньшей агрессии в мидраунде с их стороны, что позволит им неплохо закрепиться в защите. Возможно, даже взять два раунда из трех к Liquid в свою очередь. Как бы надо не расстраиваться тем раундом, которыми они хотели удивить Mibrow, то есть тем выходом на А через пончик, тем резким раундом под B. Вот как раз сейчас это все может хорошо работать. Главное не делать то, что они делали там почти всю вторую половину, потому что это уже считается. Ну и желательно, конечно, в общем, от всех этих бракованных моментов конечно тоже избавиться. Надеемся, все-таки ребята, как сделали выводы под конец основного времени, так, в принципе, с этими выводами у нас продолжат играть дальше. Ладно, смотрим. Первый раунд допы, друзья, Хени, снайперская винтовка, как видим, его здесь поджигают, горит, не до конца, кстати, тут есть Смог, который немножко задержал 20 хп, в итоге у Хени остается, пытается его здесь зажать, здесь нужна какая-то помощь, Джота неплохо поддерживает, забирает нитро, Хени все же сгорает здесь от Нафа, его молика, Джоту также находят Смога, Кнап, делают уже три неплохих минуса ребята из Ликвид и остается Мибор в меньшинстве, 2 в 3. Ну вот и куда делся вот этот тимплей их на центре, когда Хени тушили, давали перед ним флешку, он там выживал, брат за брата, просто все вместе в мидл и навязали плохой для себя размен, Ликвидом будет достаточно просто в этом раунде победить, как мне кажется, потому что и раскидочка есть, исключать много позиций не надо на Б, можно вообще даже контактом выйти, вряд ли вы двоих там встретите, никто не будет на первом раунде в овертаймах стакать одну точку вдвоем и посмотрим, чем это все закончится, Тортл есть на приемке в достаточно хорошей позиции, позиция, которая может принести даже мультикил, все внимание на него, летит Молик, обезопасивает себя Тимликвид, Тортл, пикает, есть минус по Элижу, размена не следует, вот только сейчас оси выходят, как бы нивелирует, слушай, но Эксито, возможно, не прочитают в данном моменте, хотя ладно, они уже уходят на самом деле, тут даже читать не придется, смог, и в Дефьюз, китами Дефьюз, до конца, да ладно, это может сработать, это может сработать, он отпустил, он отпустил, сейчас пытается еще прострелить, еще один получается зажим, и в НАП все-таки выходит, но вот на сей раз уже поздновато, Эксито, блин, если бы он все-таки дожал этот Дефьюз и выиграл бы раунд, это было бы феноменально, но все же решил сыграть чуть, наверное, в какой-то мере, может быть, стабильнее, да, ожидая того, что возможно и под первый же Дефьюз ребята покажутся, но у него действительно было время, ну, бывает, бывает, но все равно раунд Миборн неплохо здесь разыграли, все могло получиться даже в их пользу. Видим мы, как Кэлиш сейчас фейкует это занятие центра карты, которое Тим Ликвид делали в прошлом раунде, и Мибры его отдают вот так вот на халяву, при этом всем не делают никаких агрессивных движений на рампе, есть у них еще два молика, которыми можно будет потом воспользоваться при ретейке, опять мы видим этот же сетап в Кеве, его читает и Киндер, но не успевает он дать фраг, ну забайтили, в то же время забайтили на эту раскидку, плохо двигается сейчас в атаке, прошел спам, нитро, опять энтри от капитана, хорошо он чувствует тебя в игре на банане, пока медленно действует, решили затихариться, вот это как раз очень такой хороший момент, когда ты держишь команду противника в этом стрессе небольшом, делаешь какую-то паузу, даешь им немножко подумать, подкидывать последние гранаты, и вот только сейчас летит раскидка, причем это не финальная раскидка, это опять же таки байт на последние гранаты, вот Тимликвит очень хорошо читают в овертаймах про, прям вот, было видно, что они реально пообщались, но, перед тем, как вступать в битву на овертаймах, Бринзан, ой, 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 хороший тайминг, поймал, да? хороший, но, один в один размен, единственное, какую пользу это дало, это то, что можно до сих пор играть вдвоем на б, Джота, приходится, опять же, агрессивно играть, потому что нету раскидки, погибает он, от Якиндара, Хенни, только этот парень может сейчас спасти раунд для бразильцев, но, возможно, он даже думает о сейве, вычислил Якиндара, слышит Якиндара, ой-ой-ой, Марекс, как же он его перевернул, Экзит остается последний, и вот тут уже реально надо думать, сейвить авик тебе или нет, потому что денег нету, ты сам говорил, 10 тысяч по правилам ESL, но это, скорее всего, правила мажора, ну да, это РМР турнир, я говорил, РМР, да, оу, Экзит, три минуса есть, дифюски-то имеются, нужно против последнего справиться, а УСи остается последним, и в итоге, что делает Экзит, Экзит не туда посмотрел, в итоге раунд все-таки берется для команды Эликвит, и да, 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 денег у команды Мибор, сейчас, ну не сказать то, что нет, да, они есть, но опять же, когда на допах тебе приходится играть там с двумя-тремя пистолетами, это плачевно, это удручающее положение экономики, оказывается здесь, и для Эликвит, я думаю, это просто сейчас как маны с небес, они получают практически легкие, возможно, третий раунд, если, конечно, Мибор сейчас не продемонстрирует дух, три сайленсера все-таки нашли, ЦЗшка и Скаут, вот таким вот образом у нас отличается Мибор в третьем раунде первых допов, ну посмотрим, получится ли удачно, или нет, ребят из Мибор все-таки вернуться к счету, от которого можно продолжать играть. ой, ой, очень интересный пуст, сейчас-то мы такое видим, хорошие энтри от бразильцев, ну, видно, что у них есть тимплей, видно, что у них есть фишки, они могут помогать друг другу, давать эти киллы, но, сейчас Экзит тушится этим смоком, и его уже тут не выпустят, а халпануть-то никто не может, посмотри на эти девайсы, ЦЗшка, Скаут, кто ему будет халпать, единственный вариант, это что, сейчас Джота должен реально с ЦЗ прокереться, оооо, Экзит, ооо, вот это два минуса, друзья, вот это да, Хенни еще дает, немножко дэмэджа по Нитро, на правду, это время все-таки проходит этот пончик, 48 секунд, но это меньшинство, для Ликвид, и раунд могут Мибры все-таки взять, божечки ты мой, Нитро, последним остается против троих, 12 хп, 38 секунд, бома не под его контролем, и Джота, минусует Нитро, и тем самым счет 17-16, после первой половины первой серии допов, у нас на Деншин продолжается борьба, ну, что же, Мибр, получается, забрали самый сложный раунд из трех, которые им дали на первой половине допов, вот это, конечно, фантастика, да, ну, Экзит вообще прям, проперся, можно сказать, в этом моменте, обычно тебе команды не дают шанс вообще выйти, потому что справа тебя не отпустят, слева тоже всегда сидит контролит игрок, но иногда чудеса случаются, и хорошо, что чудеса случаются именно в этой игре, потому что за этим приятно наблюдать, посмотри, как агрессивно работают ребята из Liquid, сразу же отжали рампу, мидл тоже под контролем, там лежит Молотов, обновляет смок в двери, и вот интересно, будут ли они впоследствии потом отдавать эту позицию, потому что, имея такой огромный контроль карты, его как бы и не хочется терять, но мы видим, что три игрока находятся ближе к базе А, и вот Nitro отходит, все, понимает он риски все, не будет он пытаться собирать инфу, но стоит с Моликом на чек, дабы немножко обезопасить базу Б в случае резкого выхода, смок полетел на девятку, Молик на почту, как бы ничего не произошло, просто только что обновили очередной смок в ворота, и ретейк захлебнулся, так и не начавшись, а это очень плохо для мибр. Ну, по крайней мере, пока еще не до конца не критично, все-таки они еще все живы, тут, как мы видим, какие-то гранаты все же еще имеют, так, полетели у нас, как мы видим, смоки, и киндер все-таки сместился, да, замечательно прилетело, буквально на хп одного игрока, тут же у нас оси минуснул джоту, и киндер пытается в блайн зажать, но, как мы видим, его все-таки здесь носят, смоки лежат, нитро, минус бронзан, нитро, минус еще и тортал, также кинни в блайнде дает, минус по нитро, ситуация 3 в 2, 18 секунд оставалось в этот момент, у ребят снайперская винтовка от хейни, все же дает слабину, и оси делает минусы, нап продолжает, и ликвид выходят на матч-поинт в этих топах, друзья, два раунда у них и сейчас есть, для того, чтобы все же завершить карту Эншин в свою пользу, вот это, конечно, жестко, но мибры, конечно, грустненько, но надеемся, что, опять же, их атака для них же окажется все-таки крепче, чем была в первой половине, она была неплоха, но здесь нужно прям в железобетон и сейчас два раунда брать и продолжать серию допов дальше. Занимает пока что американцы центр, воюет там же на рампе, Екиндер агрессивно работает в Киеве, но вот мибр вернулись к тому, с чего начали вообще первую половину этой встречи, а именно там выходы под базу А. Кстати, мы видим тут всего лишь трех игроков без бомбы, и мы видим Ирк Джоту в респе с бомбой, который сейчас, может быть, даст фейковый смок, все-таки они напрягли базу А, чтобы туда стянуть игроков, теперь будут занимать якобы в скобочках пустой мидл, но тут находятся три игрока сразу, которые просто должны хоронить этот раунд. Пошла флешка, Элииш, фул флеша спреет, Екиндар на помощь, есть два минуса от них, третий минус, и это похороны для бразильцев, остается последний тортл, да, всем сказкам приходится заканчиваться. Ну, подожди, мне кажется, ну, правда, да, здесь выходить нужно будет на несколько игроков, это, конечно, задача непростая, попытаются через смок, возможно, забрать бомбу, да, его здесь, конечно, пытаются простреливать, запрыгивает, но Екиндар дает хэдшот, друзья, и Ликвид все же забирает карту Дэншет. Браво, эта серия для них, к Бестуфа 1 оказалась не такой уж и простой, как многие, наверное, могли с самого начала считать, мы помним, что Ликвид были ярыми фаворитами в рамках этой серии, но в итоге Мибор дали все-таки немножечко, так сказать, понервничать за Ликвид, я думаю, и сами Ликвид это чувствовали, но все же все закончилось в их пользу. А я хочу на...